Приветствую вас. Первое, что вам нужно понять, это то, что каких-то универсальных рецептов, универсальных решений, универсальных позиций для решения вашей проблемы нет. Потому что вы индивидуальны. Вы уникальны, и история вашей жизни, история ваших впечатлений, история того, как вы, ну, освоили, скажем так, вот то, что освоили, опыт, который вы приняли, вот. Эта история не повторим. Её нужно, собственно говоря, изучать. Вон. Её нужно исследовать. Вот. Её нужно корректировать. Исходя из того, что происходит сейчас. Да? Вот. Дальше. Вы пишите, что длительное время у меня напряжение в теле, нервное напряжение в теле. С чего? С чего оно появилось? Как оно появилось? Вот. Ага. Давайте этот момент мы с вами поисследуем. Давайте этот момент мы с вами разберём. То есть, с какого момента у вас началось нервное напряжение в теле. С чего оно началось у вас? Вот. Что произошло? Ведь вы себя ощущаете, ну, так как вы сказали, да, так как вы сказали, вы себя ощущаете, ну, как бы, не первый день, да, и не первый, в общем-то, не первый год. Вот. И тут хотелось бы, конечно, какие-то корректировки увидеть. Дальше. На фоне этого различные навязчивые мысли. Ну, смотрите. Напряжение – это неудовлетворенность. По сути, напряжение есть. Вот. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну, развертки в плане снятия напряжения, этого нет. Вот это вот, такой, такой момент, понимаете, да, о чём идет речь. Соответственно, и навязчивые мысли, они ищут, ищут, как бы им себя выразить, и в итоге выращают то, что может выращаться в виде мыслей. Дальше. Вы пишите, значит, есть навязчивые мысли, что я не ощущаю себе на тот возраст, который мне в данный момент. Мне 24, но я ощущаю себя как в 16. А кто сказал, собственно, говоря, кто сказал, что вы должны себя чувствовать на свой возраст. Ох-вош-вош. То есть, вот, такая вот история. Откуда эта идея, что он... вы должны чувствовать себя именно на свой возраст. то есть, откуда эта мысль. Ох-вош. Так что, здесь, как бы, нужно исследовать те установки, которые у вас есть. Сознание. То есть, я должен. Как вы пишите, я должен. Я обязан. Не надо чувствовать себя на свой возраст. Обязан. То есть, это вот. В данном случае, можно назвать интроектом. Ну, не более, чем интроектом. Это можно назвать. Так что, от него вам нужно освобождаться. Подчёркиваю. Подчёркиваю. Ага. Освобождаться. Не подавлять. Не избавлять. Дальше. Мне 24. Я ощущаю себя, как в 16. Особой разницы не вижу в своих ощущениях. Меня это очень пугает. Должен быть соответствующий возраст и своего приятного мира. Кто вам сказал? Неужели я, если инвестировать, буду так же сейчас? Может быть. Может быть. А что в этом плохого? Главное, чтобы это не вредило вам. Для чего конкретно вы хотите, чтобы было по-другому? Что конкретно вас не устраивает сейчас? Давайте сконцентрируемся на этом. Ещё постоянно дозыгрываю 24, потом будет 30, 40, так и старость близка. Постоянно смотрю на часы, контролирую процесс в течение времени. На работе, где работаю. Мне кажется, время идет быстро. Здесь получается, что вы боитесь смерти. Здесь вы боитесь смерти. Ну, страх смерти это подспудная, как правило, подспудная потребность во внимании. То есть, ну, вот вы нуждаетесь, вы нуждаетесь во внимании, вы нуждаетесь, вы хотите чувствовать себя более значимым, я так, подозреваю. Вот. Собственно говоря, о чём и речь идёт. Вот. Дальше, если вы чувствуете себя, не чувствуете себя значимым, значит вы не реализуете свои потребности. Вот. Свои желания, значит вы, ну, не свободны. Получается. Спасучи. Вот. Так что, можно сказать, вам необходимо, всё-таки, опираться на свои чувства, в большей степени. Вот. Вот. Ну, мне думают. Мне думают. Такая вот, которая. То есть, как часто вы себя ограничиваете, как часто вы себя подавляете. Вот. Для чего вы это делаете? То есть, ну, то есть, зачем вы себя подавляетесь, как это действительно происходит. Это нужно исследовать. Дальше. Так. Подскажите, как успокоиться и абстрагироваться? Нет. Успокаиваться и абстрагироваться на самом деле не нужно. Вот. Потому что, ну, получается, что вы себя будете подавлять. Вот. Так, с таким образом. Так что, я не думаю. Вот это хорошая, прямо идея. Нужно работать со своими чувствами. Вот. Работать со своими желаниями. И издавляться от мыслей, которые не ваши. Так что, вот. Примерно. Так можно вам ответить на ваш вопрос. Просто заставьте для себя список, например, список чувств, которые вы подавляете для начала. И просто нажмите их выражать хотя бы приемлемым способом. Вот. Вот. Ну, так вот. Как вариант, да, в качестве такой вот первичной модели, в качестве первичных рекомендаций. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.